Четыре команды выявляли сильнейшую сборную область, а именно местная полевчанка, две екатеринбургских команды, Виктория и Виссинара, а также сборная Новоуральска. Фаворитов перед началом турнира было назвать довольно сложно. Юный возраст девочек непредсказуем и ожидать можно любой результат. Тем более, что весь прошлый сезон полевчанка играла в зале в мини-футбол, а на искусственном покрытии игра складывается абсолютно иначе. Да и состав команды здесь в отличие от мини-футбола не четыре полевых и вратарь, а 8 плюс 1. В первом матче с Новоуральской командой полевские девочки отправили 9 безответных мячей ворота соперников. В этой первой игре отличилась хорошо. На воротах стояла Аня Гребенец, капитан команды. Она дважды призер российских соревнований по мини-футболу, один раз по футболу. Они на выезде были ежегодные. В втором матче также с крупным шотом 8-1 были повержены сверстницы из екатеринбургской команды Виссинара. И в заключительном матче, в котором по сути решалась судьба первого места, полевчанка переиграла Викторию со счетом 3-1. Хотелось, чтобы больше приезжали к нам в гости, потому что на выезде у полевчанки нет финансирования. Дома нам намного легче играть. Не надо собирать родителей дополнительно деньги. И еще потом форма для малышей очень большая, которую ТНК нам подарил. На первый и второй класс нужно где-то спонсор искать, чтобы форму купили на первый и второй класс. Сейчас ведется набор девочек 5-6-летнего возраста, желающих играть в футбол и добиваться побед. Ведь несмотря на недостаточное финансирование женского футбола в Полевском, наши команды регулярно показывают хорошие результаты на различных соревнованиях. Победители области были. Победители Кубка Урала. И мы в этом году в марте месяце ездили в Москву на российские соревнования. Заняли седьмое место. Это первый раз мы на России выступали на таких крупных соревнованиях, не считая прошлогодних. В прошлом году у нас мини-турнир проводился. Мы третье место заняли в Челябинской области. Параллельно с первенством области среди девочек на стадионе «Школьник» проходило первенство по футболу среди мальчиков этого же возраста. Помимо двух полевских команд, в турнире приняли участие сборная Екатеринбурга и Первого Уральска. В итоге полевские команды заняли первые две строчки в турнирной таблице, тем самым завоевав путевки в финальную стадию соревнований, которая состоится в августе в Екатеринбурге.